Еще одна мировая угроза сегодня, это конечно вирусы Бола. Вспышка началась на западе Африки еще весной этого года и спустя полгода случаи заражения регистрируют далеко за пределами черного континента. США, Испания, Австрия, Германия, Сербия. Распространение Эболы уже сравнивают с эпидемией СПИДа. Особенность вируса практически невозможно излечиться. Смертность 90%. Вот только некоторые симптомы. Высокая температура, головные боли, боли в мышцах, кровотечении из носа, глаз и ушей. И пока спасение от Эболы не найдено. Работу над вакциной начали, например, в Китае и в России. Но пока главный способ борьбы с лихорадкой, конечно, изоляция. В Сербии на карантин отправили сразу 700 человек. Врачи ведут диагностику о беспокойной ситуации в странах Содружества. В аэропорту Таджикистана установили специальные термосканеры. Они помогают выявлять тех, у кого наблюдается температура. И не зря эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают. Эбола может проявиться где угодно. По прогнозам бостонских ученых, в Россию вирус придет в конце октября. Вероятность этого оценили в 5%. Но так или иначе, российские специалисты успокаивают. Сегодня поводов для паники нет. Это будут единичные спорадические случаи. То есть существует отличная от нуля вероятность проникновения эбола вируса заир на территорию развитых стран Европы, в том числе и в Российскую Федерацию. Любопытный факт. Атэболы в России все-таки умирали раньше. Это были эпидемиологи. Первый случай произошел в 1996 году, а второй в 2004. Оба раза это фатальная неосторожность при работе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»